Одно из немногих в стране предприятий подобного профиля, работающих с прибылью. Утром в пятницу губернатор Павел Коньков посетил АО «Водоканал». Система канализации города раздельная. Хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностные источные воды города собираются в единый коллектор, проходящий вдоль берега Уводина, очистные сооружения в местечке Богданиха. Здесь принимают 120 тысяч кубических метров стоков в день, а это примерно 2000 железнодорожных цистерн. Предприятие стабильно развивающееся и современное. Сделана первая часть серьезной реконструкции на сумму в полтора миллиарда рублей. Есть планы на вторую часть. Сегодня «Водоканал» прорабатывает вопрос, связанный с получением очередного транша от Европейского банка. Объем примерно 2,4 миллиарда. Мы рассчитываем к концу года закончить все переговоры и сумеем начать эти работы. По ее завершению вода, которая будет подать воду, она будет полностью соответствовать всем абсолютно нормативам, которые существуют. Средства на модернизацию «Водоканал» получает от Международного банка в рамках реализации программы по реформированию ЖКХ. Установленные метантенки позволяют обрабатывать осадок. Цель масштабной реконструкции – исключение негативного воздействия производства на окружающую среду. Сейчас форматируется конкурсная документация и будет объявлен конкурс. По нашим планам, начало строительства – с 1 января 2018 года. Нормативный срок строительства – 2 года, 2 месяца. Мы планируем в 2020 году завершить строительство. В ближайшее время на предприятии будет запущена энергетическая установка, перерабатывающая биологические отходы, которая позволит существенно сэкономить электроэнергию, тем самым сократив расходы акционерного общества. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.